Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Я вернулась, у меня появилось свободное время, втянулась в новый график и могу продолжить высказывать свое мнение, делать обзоры на наших попрошаек всея ютуба, да, вот этих маргиналов. Я рада, что вы меня не теряете, держите руку на пульсе времени, но и так поехали. Перед тем, как начну озвучивать свое мнение, хочу поднять несколько таких моментов. Первое, когда вы мне пишите о том, что ты сплетница и вот это бла-бла-бла, ребят, ну честно, ну включите какую-то фантазию, гугл рулит, посмотрите, что такое сплетница перед тем, как мне ваять. Второе, ты обсуждаешь, я не обсуждаю, я высказываю свою точку зрения и осуждаю, это разные вещи. Да, я осуждаю всех маргиналов и вот этих вот попрошаек всея ютуба, потому что реально противно, противно на это смотреть, насколько несостоятельные люди, насколько беспомощные, немощные, которые единственное, что могут, это просить либо трешить. И да, я это буду освещать, я не вижу в этом ничего предосудительного. То есть, если они могут себя так вести, то почему мы не можем, да, это осудить, высказать свою точку зрения? Как-то, вы знаете, это однобоко. Потому что донат – это норма, попрошайничество – это норма. Показать, простите, голый зад на ютубе – тоже норма. Но высказать на это свою точку зрения – это плохо. Вот это как-то все очень плохо. Ну, двоякая ситуация. Опять-таки, когда ваши блогеры оскорбляют людей, которые не согласны с их точкой зрения, это тоже плохо. И вот очень все как-то двояко. Поэтому я буду высказывать свое мнение, почему нет. Я не вижу в этом ничего страшного. Хочу сказать следующее. Обратиться ко всей аудитории и попросить быть корректными друг к другу. Не писать оскорбления ни в адрес мой, ни в адрес друг друга. Пожалуйста, высказывайте свою точку зрения, пишите комментарии. Но включите какой-то, пожалуйста, нейтралитет без оскорблений. Потому что, честно, надоело читать. Хочу озвучить следующее. По поводу зависти. Да, ребят, вы знаете, вот кто пишет за зависть, я вынуждена с вами согласиться. Я вот очень долго думала и поняла, что вот заложено во мне зерно зависти ко всем маргиналам нынешней жизни. Да, вот думаю, сегодня, наверное, пойду позавидую Быковой. Что там она опять просит? Надо и мне позавидовать тому, что она постоянно просит. То на ремонт, да, на сено, зерно, ремонт детской площадки, работников, на роддом. На все человек просит. И вот завидую я ее просьбам. Потом думаю, завтра, наверное, пойду позавидую Колесниковым. Те влезли в ипотеку, да, кто не в курсе, с сумасшедшими процентами. Дети с полок воруют распечатанные пачки в супермаркетах и едят. Родители воруют курей в супермаркете. И тоже просят на свою собственную ипотеку. Думаю, сегодня, завтра, вернее, им начну завидовать. Послезавтра есть блогер, который голый зад показывает. Пойду ему тоже позавидую. Потом, наверное, переключусь на Самвела. Там моя зависть распространится. Ну, в общем, всем маргиналам я начну завидовать. Поэтому, да, вот представьте, такое тоже бывает. Но это ха-ха, да, перейдем к самому обзору. Первое, ребят, что меня удивило в Быковой, это как в очередной раз она решила сделать высер в адрес своего бывшего, да, теперешнего мужа. Непонятная ситуация с разводом. По поводу того, какой Женя некомпетентный, немощный как отец, как муж, как добытчик, кормилица и тому подобное. Что когда она к нему обратилась, да, и сказала, что у нас заканчиваются все продуктовые запасы и не знаю, что будет дальше, он сказал, сейчас я все решу и поехал к бабушке. Забрал пенсию, забрал там какие-то остатки продуктов и привез их Оле. И Оля тогда сказала, у нее пошла к нему какая-то вот такая негатив, да, волна отвращения. Но при этом, при всем, Оля не поехала и не вернула старушке пенсию. Оля не послала Женю на работу. Оля не пошла работать сама. А спокойненько взяла у бабушки ее пенсию и спокойно на нее жила. О чем вы говорите? Как она может жалеть чужих бабушек, если она от собственной бабушки отрывала пенсию для того, чтобы не работать и накормить собственную семью? Простите, ребят, она о чужих не будет думать. Она своих даже не думает. Это я обращаюсь, да, к защитникам. И когда у нее пошла волна омерзения к Жене, а почему к себе волна омерзения не пошла? Почему, Оленька, у тебя к себе нет никакой волны омерзения? А к Жене она пошла. Прости, но ты тоже ровно на попе сидела. В этот момент ты благополучно прокушала бабушкину пенсию. И при этом продолжала рожать. Так где твоя совесть? Где вообще, я не знаю, какой-то здравый смысл? Ребята, вдумайтесь. Это вот и к тем, кто пишет «завидуешь». Вдумайтесь. Человек пять лет назад делил один окорочок на всю семью. Пять лет назад они у старухи забирали пенсию, чтобы на нее прожить. Пять лет назад она не брезговала получить от кумы, от подруги деньги, которые те пересылали. От всех получать деньги. Она этим не брезговала. О чем вы говорите, о какой зависти, о какой хорошей жизни? Вы просто вдумайтесь, где была бы Быкова без Ютуба. Там, где она и была пять лет назад. В полной опе. В полной. Потому что не каждый согласится так жить. Ну, вообще здраво, просто вдумайтесь, что происходит и что человек, женщина произносит. Во-вторых, скажите, как это вообще назвать? Понимаю, да, что вы живете на грани нищеты. И даже это, ребят, даже не грань нищеты. Это и есть нищета, да? Вот это и есть та бедность, такая вот серьёзная бедность, когда ты так живёшь. Я никогда не осуждаю бедных людей. Ни в коем случае. Каждого, да, свои возможности и тому подобное. Но здесь, ребята, простите, люди сознательно шли в эту бедность. Люди сознательно в этой бедности продолжали рожать детей. Понимая, что нет стабильности в завтрашнем дне, что у вас нет дохода, вы не работаете, не в состоянии кормить и содержать собственных детей. И продолжала рожать. И согласитесь, зачинщица этого всего была быкова. И её всё устраивало. И это была норма. И это было всё хорошо. И вот действительно у меня возникает вопрос, а вообще в адекватности этой женщины. Ну вот представьте, да, ты знаешь, что у тебя есть там, грубо говоря, тысяча рублей на семь человек семьи. А ты на эту тысячу рожаешь одного ребёнка, и потом ещё одного ребёнка. И всё это на эту тысячу. Доходы не растут, им нет куда взяться. И теперь вы кричите, что это норма. Это не норма, это аморально, это ненормально. И когда Быкова начала хорошо жить? Последние полтора-два года, когда у неё выросли доходы с Ютуба, а как она до этого жила? Поэтому не смешите, да, вот с этим примитивом по теме зависти. Следующее, что хочу сказать, это, конечно, когда Оля вешает себе ордена и заслуги и кричит, какая она мега-женщина и мега-хозяйка. В чём? Я пытаюсь здраво, ребята, понять, в чём, и до меня это не доходит. Я не могу назвать её фермером, я не могу назвать её хозяйкой. Потому что, согласитесь, да, ну когда женщина уже, имея детей, собирает себе на домработницу с людей, это за гранью. Я веселюсь с того, как люди дают деньги, честно. Я уже их даже не жалею, я просто с них смеюсь. То есть, вот они реально смотрят за просмотр шоу. Вот она им показывает пилит реалити-шоу, а они за это платят. По-другому это назвать невозможно. Ей необходим домработница для собственных детей, но при этом должны оплатить это посторонние люди. Точно так же, как и работника на хоздвор. Я только не могу понять реально функции этого работника, но давайте быть объективными. Осталось 4 головы КРС. 5 кост, свиней нет и куры. Зачем работник? Не понимаю. Вода централизованная. Вытянул шланг, напоил животных. 20 минут работы. Притянуть 5 тюков сена? Ещё 30 минут работы. Подоить? Ещё 30 минут. Всё. Животные на улице. На воза нет. Нет ничего. Зачем работник? Непонятно. Но опять-таки, если бы Быкова платила со своего кармана, я уверена, что работниками бы и не пахло. А пока люди даёт, ну чё не иметь работников? Ну согласитесь. И, прошу прощения, домработница будет. И работник на хоздворе всё будет за чужой счёт. Опять-таки, когда Оля расскажет, как она бедная, денная и ношно работает, Паша, ты вся прям в крови и в поте. Хочется спросить, где? Где ты так упурхиваешься, упахиваешься? Родная, где и на чём? Для меня это непонятно. Хозяйство настолько маленькое, настолько минимализированное. При наличии взрослого сына, это ни о чём. Там не то, что работник не нужен. Там мальчишка может это всё сделать. Просто, я не знаю, за полтора часа в день налегке. Вот просто налегке помочь маме. Если уже так стал вопрос. Но это в неволенном случае. И опять-таки, когда ей рассказали, что она зарабатывает с Ютуба, и она так возмутилась, кричит, кто говорит, что я на халяву получаю деньги с Ютуба? Заткнитесь и попробуйте так же, как я. Попробуйте повторить и не сдохнуть. От чего сдохнуть? Вот от чего? Оль, мало того, но такие глупости, такой бред, сива и кобылы. Люди в городе тоже работают. Тоже работают и зарабатывают деньги. Так же, как и в деревне. От чего сдыхать должны? Прости, родная. Это твой, грубо говоря, бизнес, канал. Ты с этого кормишься. И кормишься вся твоя семья. О каком сдыхании идет речь? Где ты там, бедная, перенапрягаешься. Видосы она ночью пилит. Ребята, кто сталкивался с монтированием видео, поймет, о чем речь. Никто никакие видосы сутками не монтирует, ночами. Прям бедная несчастная. Это что на целый день-то делает? Ну, согласитесь. Приезжает Света, понятно, да, помогает по хозяйству и тому подобное. Мама приехала. Блин, толпа людей суетится, но Оля денная ножна пашет. Вся в поту и в крови. На себя, родная, пашешь. На себя, любимую. Для своих детей. Так же, как все это делают. Почему ты считаешь, что пашешь только ты? Пашут все везде и зарабатывают деньги, только при этом никто не просит. Люди имеют честь, достоинство и совесть. То, что отсутствует напрочь в тебе. Вот просто в тебе. Сейчас она, бедная, переживает о том, как попадет в роддом, и кто же будет кормить ее детей и оплачивать работников. Оль, не переживай. Выйди, в очередной раз поплачь, как ты умеешь. Тебе уже к этому не привыкать. Ты уже привыкшая. И все, и вперед из песни. Все тебе проплатят, и все помогут. У тебя столько вообще фанатов, которые прям, Оля, мать, героиня, все я, Руси, побольше бы таких. Люди, вы вообще в адеквате, когда вы такое пишете. Если побольше таких будет, вы устанете работать. Вам надо будет на двух, на трех работах вкалывать, чтобы подобных Оли содержать. Потому что хотелки будут расти и расти. Она прям молодец. Она уже новые планы Барбаросса создает, но что вы еще там собирать должны. Пожаловалась также она в стриме, как она бедная дешево Соню продала. Так же, как и купила. Да, Оль, только те годы, пока у тебя Соня стояла, ты с ней еще и денег зарабатывала. Поэтому не ной. И когда кричит, что у нее пять коров, ребята, тоже ложусь от этого. Во-первых, уже четыре головы КРС. А во-вторых, Оля, включи здравый смысл. Бык – это не корова. Телка – это не корова. Нитель – это не корова. Да, у тебя может быть четыре-пять голов КРС, но это не корова, когда ты кричишь, что ни у кого в селе нет пять коров, кроме тебя. И у тебя пять коров нет. Нитель еще должна отелиться и стать коровой. И телка должна еще вырасти, стать нителю и только после этого коровой. Поэтому не говори глупости. Но смешно звучит от человека, который учит всех жизни. Ну вот это, ребята, то, что я сегодня хотела сказать. Повеселиться. Пока. До новых встреч.